Прошло два года с начала Отечественной войны. Наши сконные земли, находящиеся под армянской оккупацией почти 30 лет, были освобождены ценой крови и жизни наших шиидов, солдат, офицеров и ветеранов. Азербайджан всегда высоко ценит доблесть своих боевых сыновей и дочерей, чтит память всех наших шиидов. 27 сентября, согласно распоряжению президента Азербайджана Ильхама Алиева от 2 декабря 2020 года, в нашей стране отметили День памяти в знак глубокого уважения к нашим шиидам, героически сражавшимся в Отечественной войне. А за что воевали армянские солдаты? Почему их матери отправляли своих сыновей на войну? Чтобы они оккупировали чужие земли? Президент Азербайджана Ильхам Алиев в течение долгих лет хотел лишь одного – решить карабахский вопрос мирным путем. А чего хотела Армения? Только лишь выиграть время, укрепить статус-кво, сделать его вечным. Ильхам Алиев неоднократно в своих выступлениях обращался к армянским матерям с вопросом, что делает армянский солдат на азербайджанских землях, если он не хочет умирать, пусть покинет территорию Азербайджана. Но до ушей родителей армянских солдат слова президента не доходили. Они продолжали и продолжают отправлять их воевать. Воевать за больные амбиции оппозиционных реваншистов. И сегодня они проводят акции протеста, просят вернуть своих сыновей, которых сам же отправили на войну. Мы переживаем очень трудные времена. Во всем виноваты наши власти. И чтобы продолжать жить на этих землях, нам нужно укрепить границы, объединиться. Мы хотим остаться жить здесь до конца наших дней. Куда нам уходить? Выгоды сложившейся ситуации мы найдем только тогда, когда объединимся. Но если люди будут ставить разницу между Арменией и Карабахом, то ничего хорошего из этого не будет. Станет еще хуже. Тело сына искала во всех моргах страны. Сегодня меня не волнует ни Карабах, ни судьба самой Армении. Власти хотят, чтобы мы успокоились и не говорили о своей боли. Только потому, что заплатили нам 10 миллионов драмов. Что они для нас до сих пор сделали? Ничего. Могут ли они вернуть моего сына? Утешить мою боль? Конечно нет. Сегодня каждый из них спокойно сидит в своем бункере. А ведь два года назад именно они кричали, что хотят начать войну. Всех звали воевать. Говорили, приходите, приходите. Нам нужно воевать и победить. А где они сейчас? Почему никто из них не приходит сюда и не говорит нам, что мы тогда правильно поступили? Почему они не приходят сюда и не говорят, что уничтожили наших детей? Я работала в трех местах, чтобы вырастить сына. А они убили его. Мы каждый день приходим сюда. Политика никогда не занимался далек от этого. Думаю, что родители погибших солдат не имеют права лезть в политику и говорить что-либо о властях. У нас одна партия. Это наши дети. И власти, конечно, должны прийти сюда и преклониться перед могилами наших детей. Это их долг. Вы спрашиваете, почему у нас столько жертв? А разве война бывает без жертв? Конечно, нет. Мы 30 лет были победившей страной. Если власти хотели победить, нужно было приобрести хорошее оружие. Нужно было закрыть небо. Пока оно открыто, у нас всегда будут жертвы. Сегодня у нас нет такой техники оружия для противостояния азербайджанской армии. Если раньше мы были одно целое, то сегодня и половины нас не осталось. Мы больше никогда не должны надеяться на Россию, потому что во всех наших бедах виновата именно эта страна. Отметим, что 27 сентября в Армении, азербайджанском городе Ханкинды, прошли шествия, в которых матери оплакивали смерть своих сыновей. Только с одной лишь разницей. Если в Азербайджане воздавали должное памяти своих шагидов, то в Армении многие родители погибших солдат задавали вопросы сторонникам партии войны. За что погибли их дети? Но ответа так и не получили.